доброе утро друзья мои сегодня у нас вторник 24 сентября 2024 год в норвежской столице плюс 7 температура дождичек небольшой осень вступает свои права и так сегодня опять ухожу с вами на такую беседу без сценария без заготовленного текста но примерно так я знаю чем буду с вами беседовать прежде всего хочу сказать как тарах мат или таша кур рахмет всем моим землякам вы просто молодцы я вас обожаю в общем спасибо вам огромное всем тем кто пишет комменты делится видео и вообще за добрые слова пользуясь случаем не могу не сказать хейтеры я вас обожаю но больше всего меня поражают хейтеры из скалинов станок как они все время лезут пытается засунуть свой сопливый нос в чужую жизнь чужую постель чужой карман чужую семью ну по поводу вот кто-то там пишет что-то что это за мужик там с такой прической с косичкой но первых не с косичкой а с хвостиком вот во вторых это дань памяти битлз и вообще рок-н-дролл на котором я вырос вот и в-третьих не ваше собачье дело то как ходит вот здесь европе весь собственно никому нет никакого дела до твоего внешнего вида это у вас там в скале на встане могут предъявить как это он даже есть такое движение до поясни за шмот послать его на это самое правильное пояснение ну да ладно теперь значит о главном вчера очередной раз случайно совершен день специально не случайно совершенно посмотрел это владимир адольфовича пометово соловьева ребят почему ими не занимаются психиатры этот дегенерал пейте над хурулев тоже которые там британию хочет уничтожить что там еще в общем всех уничтожить всех убить ублюдки вы не понимаете что ответка будет моментальная и я надеюсь что в россии есть достойные офицеры чести которые за секундочку которая даже если получит приказ от этого пляшевого ублюдка нажать красную кнопку они этого не допустят я очень на этом надеюсь почему потому что они как никто лучше должны понимать что звездец будет всем то есть вы не уничтожить геропу ненавистный вам пиндастан будет уничтожено все живое на земле и в том числе те кто это сделает но вот еще один момент что я заметил по поводу уничтожения по моему позавчера да даже не вчера позавчера то есть это было 22 поправьте меня в коментах если я что-то там напутал прошло испытание ракеты сармат и неудачно неудачно по одной простой причине что все взорвалось на взлете я разумеется залез во все всевозможные сми в том числе бритажу скину конечно открывается бибиси и дочь велись нн нбс это все все эти открывают читаю их значит там приходит к очень печальному выводу ну то что со всеми этими ублюдками которые призывают к ядерным атакам должны работать сначала психиатры а потом следователи это раз второе они опасаются вот чего и вполне себе справедливо кстати я с ними тут тут момент когда я полностью согласен учитывая то есть как вас там по красной площади проехала это танк срам а то сейчас срам от аналогов нет нет никакой гарантии что ваши эти аналогов нет на из ракеты они не взорвутся еще на старте то есть ракета армат насколько я понимаю она в основном предназначена как ракета-носитель для ядерного оружия ядерной боеголовки а если действительно давайте представим себе ситуацию что действительно этот пришивый ублюдок нажмет красную кнопку и действительно найдется там там же целая цепочка насколько я понимаю из если я правильно понимаю опять же поправьте меня что там такая цепочка но человек наверно 5 а то и 10 в этой цепочке которые вот причастны к нажатию красной кнопки так вот если действительно все сработает ракета стартанет где гарантия того что она во первое не рванет на старте второе она действительно полетит но так как все делают из говна и палок она взорвется на территории россии третье учитывая только все разворовывают ну например полу давайте смотреть по ту же украине что согласно планам с не ошибаюсь и свер это делу потому что это еще не знаю в общем согласно их планам украинцы должны были встречать российскую оккупационную армию цветами хлебом солью и так далее в итоге встретили коктейлями молотого и проклятиями лучшем случае худшем даже бабушки травили их десятками украшали борщом с пампушками а потом все уехали на кладбон вот учитывая вот это все что все было разворовано и никто из тех кто разворовал бюджет и не думал что пляшевый ублюдок нападет на соседнюю страну так и с ядерным вооружением даже вот этот ваш космодром водосточный где месяцами не платили зарплату где разворовали все что можем было разворовать где гарантия того что ваши аналогов нет на из ракеты тоже не сделаны из говна и палок как это было раньше гарантии такой нет как на старте так и на подвлетном времени третий момент западные технологии тоже не стоят на месте и любой пуск тоже любой вот предполагаемый предполагаемое нажатие красной кнопки тут же будут известны в ту же секунду будет известным генералом нато и ответка будет мгновенно то есть когда взлетает от вас ракета помните в то же время с расчетным временем взлетает ракета из других мест вот и все что я вижу то есть когда эти черти из преисподней на федеральных каналах разжигают ненависть не становится не то чтобы жуткий я у меня возникает вопрос почему эти существа которых вообще нельзя назвать людьми они до сих пор не в дурке вы послушайте трезвому умом и содрогнитесь то о чем они говорят почему с ними не работают следователи вот взять да тот же соловьев кто он такой он отчитывает как если генералов что-то спрашивает почему там эту по блять ты кто ты на такой вот я будь вас даже вот скажем название там прапорщика и фрейтор или рядового я бы его просто послал кто ты такой кого он там кадыров за привлек вопрос кто такой кадыров он формально губернатор все глава региона которого почему-то и своя армия которая подчиняется только ему вообще в него регион живет по своим законам о которых даже эти бравые ребята под черными знаменами запрещенного халифа подожжи даже мечтать не могли об этом ладно другая отдельная тема сейчас вот о чем если это возможно напишите пожалуйста в коментах чтобы обо всем этом думаете если я знаю одно что западный служба сильные мира сего передали пришел на ублюдку если ты чтоб он и презерватив только посмеешь нажать красную кнопку или прикоснуться и в ту же минуту ты будешь убить ту же минуту будут отправлены туда же твои родственники жены и дети внуки и никакой бункер и их не спасет и вроде бы он это услышал но угрозы продолжают сыпаться как вы думаете насколько это реально и теперь найдется ли в россии такая сила здравые здравомыслящие офицеры люди чести и слова которые просто зайдут на скажем в эфир какого-то федерального канала и и арестуют на всех этих ублюдков соловьев кислев маргоша бобраян это скалопендра это ладно все все это конечно печально и все мы находимся накануне какого-то грандиозного шухлера берегите себя вам хорошего вторника я готовлю для вас ролик как мне кажется неплохой в общем будем смотреть всем удачи и всем пока удачи